Был ли в СССР рэп? Как мы видим, сборник от RapDB был. И что же у нас за первый трек? Первый трек это группа Red Arrow. Красная стрела. На обложку была взята реальная газета известия. Выходил в Германии формат 7, 12 и компакт-диск. Сейчас эту группу больше все знают как чёрная и белая. И чтобы доказать, что в СССР рэп был, мы достаем такие вот артефакты. По наводке нам удалось за небольшие деньги заказать как человек статью в газете. Что мы здесь видим? Музыкальная среда. Какого цвета рэп? Пожалуйста, на этот вопрос вам ответит новый ленинградский дуэт чёрная и белая. Вот они. Чёрная и белая. Это красная стрела. В описании лота написано, что это газета 1991 года. Вот такая вот штука. До сих пор мы не можем понять, почему в Германии сингл выходил под названием красная стрела. Но, судя по интервью продюсера, он, кстати, это название не употребляет. И говорит, что у этого, он называет его альбома, был тираж 200 тысяч копий. Что, конечно же, спорно. Но факт, что этот сингл выходил на трёх носителях, подтверждён. Сканы на рэп-диби есть. По поводу альбома именно группы Чёрная и Белая, который потерян и вроде как был записан во Франции до сих пор, он не найден, но в России выходили как минимум два альбома Чёрная и Белая, Вася Хулиган на Бобинах и Детство на Союзе в 1991 году. Это то, что обнаружено на сегодня, 2024 год. То, что в СССР рэп был, и его так и называли рэп, это мы можем увидеть по названию статьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Мы приветствуем вас, мы в этот вечер пришли. Сюда ради нас мы собираемся затеять наш весёлый концепт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok